всем доброе утро сегодня проснулась я в пять часов но хочу вам сказать что когда я посплю подряд с 11 вчера уснула до пяти шесть часов подряд не просыпаясь это просто удача классная в общем выспалась я уже успела искупаться кстати вот эта челма которую я вам показывала в этом продукцию faberlic когда показал обзорчик я не знала как ее примастить я теперь поняла это знаете что у кого волосы даже длинные даже если коса вот это вот одели сзади тут можно замотать сколько хотите уже будет размер вашей головы и сзади пристегнули это все на на пугович все замечательно отличненько вот сижу пью кофе попивая с утра и вообще думаю какие планы на сегодня вчера я целый день в лёжке было я немножко простыла когда дочки приехала сначала дынечка заболела потом и я видно от него простыла поэтому немножко голос сиплый но не обращайте внимание ну так-то в общем целом еще более-менее нормально себя чувствует немножко слабость но это ерунда не так сильно температуры нету таких вот прямо сильно сильно плохого состояния нету поэтому можно снимать соскучилась зелами а кстати говоря что еще я протестила вот хочу вам сказать вот этот вот чай спокойной ночи который я брала фаберлик я ему вчера забыла выпить но позавчера его выпила ну поспала тоже правда часов шесть с половиной где-то вот подряд я думаю что его вот за один раз прям сразу ты по волшебству не будет особо там может быть эффекта его надо пропить какое-то время чтобы сон нормализовался мы будем пить главное не забывать его пить а еще протестила гель вот этот который олива гель хороший пенится хорошо в общем все прекрасно все отличненько да кстати девочки сегодня день необычный сегодня день рождения у моего сына он вчера ко мне забегал мы с ним поболтали немножко в общем простыл он сейчас тоже болеет сильно поэтому не знаю день рождения наверное отмечать не будет но ничего страшного 31 год исполнилось сынок я тебя поздравляю если ты это видео смотришь а ты я знаю мои видео любишь посмотреть здоровья тебе желаю огромного огромного вот самое главное здоровье что было когда и здоровье есть настроение все остальное вот то и также тебе успехов в работе чтобы тебе там все получалось чтобы нервы тебе не трепали ну и вообще исполнение твоих желаний что твои желания сбывались поздравляю тебя мой дорогой целом днем рождения виталик ну что дальше мои хорошие дальше сейчас я хочу высушить волосы и тогда вернусь к вам ну вот мои хорошие я посушила волосы кстати каждый раз сушу волосы каждый раз я замечаю насколько они у меня отросли уже в общем вот сейчас как раз то прическа которая мне нравится и длина а которая мне нравится длинная не короткая все нормальная челка как раз уже такой длинный надо в общем нормально мне нравится девочки посмотрела я вчера на литику своего канала и заметила что больше всего вам нравится смотреть влоги я думаю что вот думала как бы мне поменять немножечко какую-то концепцию чтобы вам было больше интересно смотреть каких-то моих вот видосов да в общем буду что-то менять пока еще не знаю как и что получится но в процессе будем уже смотреть да вы будете смотреть я буду смотреть как вы смотрите что вам интересно что нет по просмотрам я вчера лежала и думала думаю снять вам может быть рассказать про то как я работала в магните может быть рассказать там еще про что-то другое там какие то еще темки у меня есть потом думаю но если Вот просто сидеть вот так тупо перед камерой Рассказывать Мне кажется, это и вам неинтересно И мне это тоже как-то затруднительно В том плане, что это нужно Собраться, сосредоточиться Тут надо уже Порядок себе привести Уже не как попало там выглядеть И фон там сделать Какой надо, чтобы он был В общем, короче говоря, я решила Просто произвольно буду вот так вот снимать В виде влога И что-то по ходу вам рассказывать Вот, например, сегодняшний день начался у меня С утра И вот что я делаю И что-то по ходу вспомнила, что-то рассказала Может быть попробовать немножечко в таком формате Поснимать Но пока что пробный шар Все равно нужно что-то менять И нужно менять всю лучшую сторону И надо не бояться перемен В общем, говорят в гороскопе Я вчера, кстати, посмотрела гороскоп на Овна На 2020 год В общем Не бояться перемен надо И очень много может измениться В лучшую сторону Главное, что надо просто действовать Что-то новое пробовать В общем Я в тренде Девочки, вчера посмотрела фильм На дне вершины Вот случайно в интернете нашла этот фильм Такой классный фильм Такой прям, я не знаю Я там прослезилась несколько раз И смех, и слезы Но, знаете, вот вдохновляющий фильм такой Прямо хочется что-то делать И молодцы Вот там Просто ребята молодцы Не хочу вам ломать кайф Не хочу рассказывать про этот фильм Но кто его не смотрел Посмотрите Прямо действительно Вот такие фильмы я люблю Знаете, когда после фильма Остается такой вот Такой осадок Что хочется что-то делать Вот когда фильм на что-то вдохновляет Это прямо супер Ну и когда восхищаешься Мужеством людей Вообще Какими-то вот поступками такими И думаешь Господи Какие-то мои вот маленькие Там, я не знаю Слабости Это такая ерунда По сравнению вот с тем Что люди Как они могут Иметь силу духа Силу воли Чтобы вот Что-то Что-то такое сделать Это Вдохновляю Вдохновляющий фильм И я вам советую Его посмотреть Ну а я сейчас Еще пока что Пью кофе Пока еще Раскачиваюсь У меня еще В голове ничего нет Я обычно Когда знаете Утром сяду Кофе Выпью чашечку Вторую И у меня начинает Тогда проясняться Голова И начинает Какие-то мысли Появляться Какие-то идеи Ну они Бывают у меня Идеи с вечера Уже я утром знаю Когда у меня Какая-то вот именно цель Я утром знаю Когда что я должна делать Это одно Когда Я не знаю Что я Буду делать сегодня Я не знаю Что я смогу Сегодня сделать Потому что бывает Что-то хочется Много чего сделать А вот Физическое состояние Вот как Простуда У меня сейчас Слабость Не позволяет Вот хочется А сил нету Вчера тоже порывалась Начать видео снимать А вот так и не нашла сил Ну думаю С утра Прям точно Точно начну Вот Так что Сейчас мне нужно Немножечко еще Чтобы голова моя Раскачалась Начала работать И тогда уже Будем что-то делать Но сейчас пока Еще слишком рано Так вот Уже пол восьмого Но все равно Еще слишком рано Еще Не совсем проснулась Так что Оставайтесь со мной Будем смотреть Что будет дальше Кстати Девочки Смотрите Как на улице Красиво Вчера снежок Немножечко прошел Ну так Легкий Сугробов нету Видите Асфальт сухой Еще где дорога Но все равно Классно Сейчас открою Окошко Посмотрим Ой Красота Какая лепота Вообще Люблю я свой пейзаж Из окна Смотрите Правда Напротив Там кусок дома Но все равно Есть куда Выглянуть В окошко И посмотреть На наши просторы Красивенько Ну так Я смотрю Лужицы Некоторые Немножко Подтаяли Температура Около нуля Где-то так Плюс-минус Один градус Классно Надо выйти На улицу Сегодня Машинку Почистить От снега Ну все Мои хорошие Я собралась Оделась Одела Такую Спортивную Одежду Сейчас Хочу Поехать Уже к дочке Помочь ей Красить Квартиру Новую Вот Ну на улице Наверное Буду Или там Буду Снимать Что-то Буду На телефон Снимать Что-то На камеру Как Как там Будет Лучше Я не знаю Ну все Беру вас С собой Погнали Поехали А машинку Машинку Снегом Заложила Сейчас Надо будет Почистить Ее А потом Ехать Уже Я Мой Поле Техлой Лодичкой Посоветовали Мои Подпиши Цене Он Уже Лежит Четыре Дня Наверное Ну да Растелен Он Сутки Пролежал В рулоге И теперь Растелен Уже Четыре Дня А сейчас Я его Помою И уже Возможно Завтра Что-нибудь Днесем Ну да Ну уже Нормальненько Тут А мы Кстати Будем Наверное Сюда Что-то Сносить С кухни Там же Надо Нам Красить Сюда Или Туда Ну что-то Чистое А что У нас Там Гряз Наши Вещи Ну ладно Посмотрим Что-нибудь Решим В общем Такая Красотень Девочки Пришла я Дочи Помогать Да Ну а то А что-то Не нравилось Конечно Нравится Ну мало Ты же такая Грязь Да Покажи Ваневые Маячки Поставили Да Кстати Говоря Ванне Поставили Маячки И вот Уже Сегодня Начинаем Штукатурить Или Сегодня Или Завтра Уже Сегодня Да Они Высохнут И потом Будем Штукатурить Не мы Будем Штукатурить А у нас У нас Человек Будет Штукатурить А на туалет Мы поставили Временную Дверь Девочки Занавеска Вот такая Ну это Как Пролая Как Клееночка Вот такая Занавеска На туалете Я принесла Классная А сейчас У нас Вот в кухне Вот такой Вот порядок Тут линолеум Лежит Вешалка Стоит Печка В общем Я еще Вот такую штуку Принесла Длинную На палке Мыть Окна Это как раз Я в Галамарте Покупала Если кто Помнит Вот она Мне не пригодилась Алибастру Принесла Там дырочку Надо одну Замазать Вот решили Еще и стеклышки Надо помыть Окошки Помыть Они грязноватые Вот пыль Принесла Принесла На стену И потом Просто Я ее замажу Существует Покрасить Но вообще Может даже Не надо Ну вот Смотри Короче Вот что было До Смотри Ручки Покажу Вот Алибастру Насыпала И вот Делаешь Такую кашу Вот как кашу Дырничек Делаешь Это Такую консистенцию Почему Пульки Удобно Потому что Потом Уже Стало Вот таким образом Потом Проштрогает Когда мы Наверное Не ездили Ну Часть Зарегает Когда дырка Глубокая То нужно Тогда Замагать Потом подождать Чего-то Он посох Потому что Там Он Он Подрезка Вот Чем хороший Резиновый Шпатрик Потому что Он гибкий Раз Он делает Все ровно Почему Нужно Два Шпатрика Одним Шпатриком Снимаем Сейчас Сюда Раз И натракиваем Два Чуще И все Ну вот Сейчас Вот это Я сделала Сейчас Замазала Оно Засохнет Побелее Потом Здесь Надо Еще Вторую Соль А потом Кисточкой Кстати Кисточкой Нужно Сюда Пройтись Чтобы Не было Влажной Кисточкой Где Нанес Намочить Попечка И кисточкой Чук-чук Чук-чук И кисточкой Раз 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 Сравняла Сравняла Чтобы все было ровненько Нигде ничего Не было Еще Сейчас Сейчас Оно Подсохнет А сколько Сохнет Она Быстро Она Моментально Засыхает Вот Это Сейчас Увидишь Через 15 Год Оно Просохнет А потом Еще раз Выровняем Чтобы было ровно Потому что Когда глубокая Дырка Пойдем пока Красить А это Потом Покажем Как Она Будет Ну что Девочки Дочка У меня В той Комнате В кухне Красит А я Решила Помыть Окошко Попробовать Этой Штукой Которую Я покупала В голоманке Когда Для Донфе От Донфе В общем У меня тут Разные Приспособления Есть Я хочу Попробовать Те Метел Но На Палке Эта Штука Утобная Сейчас Сначала Внутри Помыть А потом Попробую Залезть На Донфе Не Очень Хорошо Собирает Вод Вот Эта Вот Эта 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 Замша Для машины Для автомобиля Она вообще Должна Хорошо Собирать Вод Поэтому Я сейчас Ее Протрую Раз Раз И все Сухо Работа Это Эта А Эта 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 Так, ну что, хорошо, ладно, замша, это мне нравится собирать воду, мокро-трядко протекло, сухой ветер, а мы сейчас попробуем, посмотрим, насколько грязные луклы у нас тут сольются, они просто так отмоются, это вопрос. Резинка плохо собирает, мне не нравится эта резинка, тряпочка, это вот хорошая, резинка собирает плохо, ну ладно, будем приспосабливаться. На улице вроде бы как зима, сейчас посмотрим, будет чистое или не чистое это окно, вот так, безусловно, вроде зима, но там плюс один, непонятная температура. В общем, короче, девочки, надо окно с той стороны мыть, оно грязное совсем, ну я прям, даже не знаю, как-то сильно мыть особо не хочется еще пока, все-таки не весна, не лето. Главное, чтобы стекло было чистым, чтобы пейсаж можно было наблюдать, хочется же в окно смотреть, да, через чистое, прозрачное окно. Вот, так что, ну так, раз, замша протерла, стекло, и оно чистое, и прекрасно, пойдет. Так, а другое окно, оно небольшое, а ну-ка, палочка уже доставали, палочка сейчас попробую достать. Палочка еще дотягиваем, вот так, можно обнимать. Ну вот, один раз помыла, сейчас эту штучку помою, и второй раз. Больно, ты думаешь, хитрая, говорят, да? Ну вот, окошко я помыла, вот эта половина открывается, она уже прям чистая-чистая. Ну, а другую, другую сторону, там, насколько я достала, как смогла, так помыла. Все, другую комнату сейчас и думайте. А, вот надо еще, мне вот эту вот дырочку нужно еще домазать. Вот такая вот дырочка в стене, вот она уже, алебазра засыхает, и нужно сейчас ее еще будет подмазать. Ну, пока алебазру еще не домазать. О, уже она даже, это, а тем временем мама подмазывает. Вот, ну, пока она сейчас хорошая, как здесь, ну, там, кстати, не успела. Ну, ну, вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Так, вот так вот, вот, вот. Ну, все, ровно, все, нам красиво. Там кисточка у меня есть, кстати. Другая. Может быть, даже еще. Чесно подсохнет уже вечером, я даже промажу белым цветом. Вот так вот, а вот, конечно. Ну, надо будет еще посмотреть, может, если что, надо будет еще вырвать, еще один, больше, да, уже вырвать. Спасибо, моя дорогая. Вообще не видно будет ничего. Кстати, ссылочку на своем умею я оставлю под видео. Заходите на мой канал. Так, и кисточки сейчас. Раз, раз, раз. Вогняемся дело. Все, раз, ух, ух. Может и понадобиться, может не понадобиться еще раз промазать. Вот так вот я заделала дырочку. Все. Давненько я кисточку в руках не держала. Ну, надо вспоминать. Вообще вспоминается быстро, знаешь. Конечно. Час тяжело. У нас не хватает какой-то, не знаю, веселья какой-то, мусочки, не знаю, что это. Потому что мы снимаем. Ну, и хорошо, мы же можем спеть. Давай, запевай. Да? А у меня горло что-то болит еще. Еще пока. Не быстро, накреплю. Тогда мы друг евреев работали. Раньше, знаешь, когда работали, раньше вот, ремонт там делали, как-то, что-то такое. Даже за стаканом на заводе работали, так, с шутками, с прибалутками. Веселее нам удалось. Какой труд сочетательный, он должен быть веселый. Развините. Я не организовала. А ты не организовала веселье. Веселее. Да. Так, ну, здорово. Сделала. Ну, сколько я достану пока, сколько достану, сколько я сделала. Сейчас надо либо стул, либо посмотрим, что. А вот это что за агрегат? Вот это что, не знаешь? Что? Что? Очень не знаю. Вообще, пока не знаю, да, с чем тут мы сталкиваемся. Ну, да. Надо будет все это узнать. Что это за трибурчик? Главное, что розетка под него тут сделана. Смотри. Вилка. Посмотри, а на волокон подойдите. А на волокон еще чуть-чуть, а больше с ними взяли. Ну, счетчик там, он сам по себе работает и так. А вот эта вот вилка, она же не включена в розетку. Что-то она должна означать. Надо все узнать. Моя же ты рукодельница. Какая умничка. Для себя. Руку набила уже, да? Ну, видишь, у тебя уже профессия новая появилась, если что. Если что, с голоду не пропадешь. Я думаю, он музыканал переименовал. Селена, приходи. Пора. Селена, моля. Нет, ну что, я или ноль его кладу. И моля, моля. Что еще надо? Отнести, принести, сделаю. Я скоро сантехнику и электрику начну прокладываю. Ну да. Вот так вот всегда. Мы же ремонт всегда делали своими руками. И так вот где-то чему-то учишься. Раз. Уже умеешь то, то. Я же тоже нигде не училась вот это штукатурить. Ничего. Сама делала ремонт. Я обои клеила. Штукатурила, замазывала дырки. Всякое. Вся чем делала. А я вот тут окошки помыла. Но я помыла балконное окно только вот. И дверь балконную. И в двух комнатах помыла. Вот. Окошко теперь чистое. Прям пейзаж. Смотри, не хочу. Ну, не идеально чистое. Там где-то еще есть какие-то прорехи. Но холодно на улице. Поэтому я его помыла. Сейчас вот по-быстрому как смогла. Вот такие вот окошечки чистые теперь. Теперь можно на улицу через окно смотреть. Вот, допустим, да? Уже снимать можно. Уже улыбка. Лучше видно, да? Через чистое окно. Я тоже мастер на все руки. Тоже крашу. Двоем быстрее, да, Валя? Ну, вот, мои хорошие, я приехала домой только что. Уже 7 часов вечера. Я сегодня собиралась вообще дочке помочь немножко. Думаю, там поеду на 2-3 часика. Потом же устану. И уже домой. Ну, вот как-то, не знаю, взялись вдвоем. Так бы она в два слоя красила в два дня кухню. А так мы с ней вдвоем в 4 руки, в общем-то, всю кухню и покрасили. Так что ей осталось там уже линолем постелить. Ну, я правда устала. Уже как бы мне тяжеловато. Вот такие работы даются. Ну, ничего. Сейчас пришла домой. Проголодалась. Сейчас покушаю. И лягу отдыхать. Включу телевизор. И буду уже лежать телек смотреть. Я говорила, нет. Сын мой решил день рождения свою не отмечать. Он поедет, собрался со своей семьей. В гости к Куму. Они там посидят. По-своему там, как говорится, по-пацански там отметят. В общем, ну так, в кругу своих друзей. И все. Ну, и хорошо. Потому что это не круглая дата. В общем, нечего там особо отмечать. Я уже поздравила, подарок подарила. В общем, все нормально. Ну, все. Вот на этом я сейчас немножечко свое видео закругляю. Сейчас умоюсь. Надо руки как следует отмыть. Не отмылись они нормально. И покушаю. И все. И спать. И отдыхать. И спать. И что вы думаете? Это 3 часа дня. Это ночь. Лежала я, лежала. И уже надоело мне лежать. Я встала. Пью кофе. Ну, что, мои хорошие. Проснулась я. Вот, 3 часа ночи вообще. Но. Чай пила вчера. Вот этот чай. Спокойной ночи. Я выпила один пакетик. И, правда, вырубилась вчера. Где-то часов 10, наверное. Смотрела телевизор. Проснулась я в 12 часов. Смотрю, телек работает. Выключила его. Пригла спать дальше. Ну, вот, в 3 часа уже проснулась. Я уже крутилась, вертелась. Я уже чувствую, что из-за того, что насморк, может быть, из-за этого. Он мне не дает спать. И нос заложенный. И вот из-за этого просыпаюсь. Я не могу уснуть. А вчера ж меня еще дернуло окна помыть. Ну, не могу я. Вот я вижу стекла грязные. А я хочу увидеть через стекло прозрачное. Ну, помыла окна. Зато теперь чистые окна. Конечно, там я в кофточке их мыла. Но все равно окно открывала, раздетая. Ну, уже простывшая. Куда еще дальше? В общем, ничего. Пройдет. Вот. А сейчас вот проснулась. Уже кофе сижу, пью. Потому что хочется. Вот горло оно как бы хочется горячего. Немножко жидкого, горячего. Что-то туда пропустить. В общем, я решила кофейка попить. Сейчас попью кофейка. Лягу, включу телек. Ну, а там усну. Усну, не усну, не усну. Уже как получится. Кстати, термос. Хотела показать вам. Вот этот термос, кружка. Покупала еще я лет 8, наверное, назад. В видео, когда работала, там вот покупала. Хороший такой. Вот сюда две вот такие чашечки помещаются. А здесь как нержавейка. Но здесь как двойные стенки. Главное, что кипяток, если внутри, вот снаружи не чувствуется. Ну, так может быть тепленько. Никак не обжигаешься, ничего. И удобно. Так крышечку раз и попил. И все. Старенький. Я его достала вчера. Поехала на трудотерапию дочке. Так что, такой классный. Я думаю, надо в нем, наверное, заварить этот чай. Может быть, он в кружке так хорошо не заваривается. И при том, что там написано 1-2 пакетика. Я один заваривала. И в стакане заваривала. Но, может быть, он нормально и не заварился. Надо попробовать еще раз его позаваривать вот в этом, в термосе. Может быть, тогда получше. Может быть, заварится. Ну, еще проверю. Я еще пока тестирую этот чай. Пока что у меня нет от него впечатлений особо никаких. В общем, короче говоря, мои хорошие. Вот сейчас пока что так. Сижу кофеек пью еще. Ничего не могу думать. Ничего не могу сказать. Но молодцы мы, что вчера все-таки с дочкой кухню прокрасили в два слоя вместе. И сегодня уже ей там, если что-то где-то может подкрасить надо будет. Но уже меньше. Уже можно стелить, в принципе, на кухне этот линолеум. И уже пора заносить вещи. Но вещи, наверное, мы начнем заносить с понедельника. Потому что сегодня уже Денечка в садик пойдет. И потом суббота, воскресенье будет он дома. И уже он не даст ничего делать. Ну, по крайней мере, я буду занята. Или дочка будет занята. В общем, ребенком заниматься надо. Но ничего, у нас еще есть время. Ну, чем закончились мои ночные бдения, хочу я вам сказать. Сейчас уже год без пятнадцати два дня. Я легла спать потом в шесть часов. В три проснулась, в шесть легла спать. Вернее, даже не легла спать. Я смотрела телевизор. Смотрела там, уже не помню, что я смотрела. Но, в общем, как-то так глазки закрыла. В общем, уснула. Потом глазки открыла. Уже часов было, наверное, десять. Я что-то там позавтракала. Что-то посмотрела по телевизору. И я понимаю, что у меня нету никаких сил. Вот, ни что-то делать, ни что-то говорить. Ничего. С другой стороны, думаю, надо же тогда видео завершать. Уже его надо монтировать. И монтировать нету сил. А завтра утром это видео должно выйти. У меня уже по плану на ютубе. Вот. Ну, в общем, как-то сейчас более-менее немножечко какие-то начинают мысли появляться в голове. Сейчас, кстати, включала вытяжку. Заглянула я вверх. Сейчас покажу вам, какая у меня вытяжка. Кстати, вытяжку, я не знаю, я вам показывала раньше. Это у меня крона. Вот она такая. Вот идет сенсорная панель тут. Лампочки загораются. Она мне хорошо здесь, кстати, здорово освещает. А чтобы помыть фильтр, там есть такой фильтр, алюминиевый. Вот он снимается. Здесь тут все уже грязное. И когда я чувствую, что вытяжка у меня плохо тянет. Вот. Ну, я уже вижу, что фильтр забит. Даже его на свет, если посмотреть. Ну, видно, как бы, что уже его надо помыть. Ну, когда я уже чувствую, что его вытяжка плохо тянет, значит, я думаю, что фильтр пора помыть. Я думаю, сейчас я его помою, покажу вам, как я это делаю. Вообще, такой лайфхак небольшой. Ну, а дальше посмотрим, что я дальше буду делать. Сейчас надо помыть фильтр. И здесь немножечко, кстати, капельки жира, я вижу, тоже надо бы отмыть снаружи. Вообще, скажу, вытяжка классная. Мне она нравится. Она работает сравнительно тихо. Ну, по крайней мере, тише дребезжит, чем у меня было прошлое. Конечно, любая вытяжка, чем мощнее, тем громче будут работать моторы. И слышен все равно звук воздуха всасывающего. Но от этого звука никуда не деться. Но более-менее она работает тихо. Мне нравится, что она скошенная головой. Я не цепляюсь, не стукаюсь об нее, как будто прошлую вытяжку. Лампочки здесь поворачиваются туда-сюда. Их можно поворачивать. Мягкий свет, он мягко, плавно загорается и плавно тухнет. Ну, в общем, мне нравится. Это вот фильтр хорошо, тоже моется легко. Ну, в общем, не знаю, она по всем показателям. Мне нравится. При том, что даже когда у меня бывают мокрые руки, мне нужно включить-выключить. Я только прикоснулась, она сразу раз, включается. Три скорости, таймер, отсрочки есть. Ну, я им, правда, не пользуюсь. Ну, в общем, вытяжка классная, кстати. Вот, если кто интересуется вытяжкой, вот я советую такую вытяжку вам. Погу сейчас ее прям показать, наверное, полностью. Ну, вот она вот такая. Вот эта вот часть открывается. Фильтр достается оттуда. Вот эта вот панелька управления. Ну, а сверху она вот так вот. Ну, такая вот прекрасная вытяжка. В общем, сейчас я ее буду мыть, мои дорогие. В общем, что я делаю, мои хорошие. Я положила, вот у меня здесь душевая. Ну, это пол со сливом. Я положила эту решеточку сюда на пол. Я беру средство, ну, у меня вот такое есть средство хорошее. Можно любое средство, которое для духовок и плит, оно хорошо растворяет жиры. Было у меня раньше с пшикалкой, было удобнее, но то закончилось. Я теперь беру вот это. Так, а что это у меня за средство? Амвей, да? Ну, в общем, это средство тоже хорошо это все растворяет. Я взяла старую губку, сейчас я немножко этого средства сюда раз. Оно загустело, что-то не испортилось ли. Ну, должно помочь все равно. Ладно, я его вот так вот сейчас просто нанесу. Да, оно уже хорошо растворяет, смотрите-ка. Ну, а видите-ка, уже губкой раз-раз и растворяет. Так. Ну, я его еще не буду жалеть. Ну, ладно, там еще и жидкое, надо было взболтать. А я не взболтала. Ну, ладно, надеюсь. Ну, вот так вот где я его, раз-раз намазала. Так. С обратной стороны тоже. Вот как. Не буду жалеть, пускай оно у меня быстрее закончится. Так, ну, оно, в принципе, все хорошо растворяется. Тут даже щеткой тереть не нужно. Я думала, щеткой приготовила такую щетку с ручкой. Думала, щеткой надо будет мне еще потереть. Ну, не нужно. Ну, все, теперь я это намазала. Вот оно, в принципе, хорошо отошло. Там оно вот внутри, пускай чуть-чуть пропитается, я не знаю, несколько минут. Вот, сколько понаписано на инструкции, столько надо продержать. А потом просто смыть. Ну, пока вот оно здесь у меня, как говорится, лежит. Сейчас, кстати, попробую щеткой. Ну, нет, даже нет необходимости. Щеткой этого достаточно, что я сделала губкой. Ну, этой пропитанной губкой пойду сейчас протру еще там, где на духовке, пятнышки жировые. Чтоб оно отошло получше. Вот тут есть такие пятнышки жировые. Вот тоже надо средством, которое для духовок и плит, вот здесь помазать, чтобы они отошли легко. И потом их поудалять. В общем, снимать это показывать неудобно сразу. У меня тут руки еще в перчатках. Можно, кстати, взять вот это средство Фаберлик, которым я вот пользовалась. Оно, кстати, очень тоже хорошо растворяет вот эти жировые отложения. Вот, кстати, интересно сравнить. Сейчас я вот этим потерла. Но вот надо прикладывать усилие, чтобы оно оттерлось. Попробую сейчас взять другое средство. Ну, вот такое средство для духовок и плит. Это вот Фаберлик. Я вам показывала его. Я его немножечко вот на губку сделала. И сейчас попробую просто помазать вот этим, как гель. Ой, а, кстати, вот это вот средство лучше растворяет жировые капли. Смотрите. Буквально вот я даже не тру. Раз, помазала, и оно уже как тает, вот эти жировые. Сейчас еще подержать чуть-чуть. Вот, раз и ушло. Но я хочу сказать, вот этим легче средством все это удалить. Я, наверное, им буду больше пользоваться. И так же можно этим средством почистить и сеточку, и все. То есть вот эту не сеточку, как она называется, фильтр. Все, вот они капельки, они сразу раз-раз уменьшились, и их уже нет. Ну, вот так. Ну, что, мои хорошие, прошло, наверное, минут пять. Я, короче, успела уже вытяжку там всю намазать. Там все легко отходит. Здесь все легко отходит. Все, я так немножечко губкой у вас раз. И теперь беру душик. И включаю водичку. И все это смываю. Ну, вот и все. Сейчас водичка стечет. Я холодным феном немножко посушу, и готово. В общем, можно ставить на место. Сейчас я пойду вытирать вытяжку. Пойдемте вместе. Так, ну, а вытяжка у нас тут все. Вообще, я хочу сказать, я попробовала фаберлик. Все-таки фаберлик мне понравился больше. Потому что я его только нанесла. И все. А теперь просто вытираю. Вот капельки жировые, которые у меня были здесь. Вот, их нет уже. Вот тут были жировые капельки. Надо намочить, чтобы видно было. Ну, в общем, короче говоря, сейчас я ее вытру. И вам покажу уже, какая она чистенькая стала. Чтобы быстрее высохла эта наша сеточка, я включаю фен на холодный воздух. Так, на единичку. И на всю мощность могу включить. И высушу вот так. Вода прям стекать будет. Все, сеточка сухая. Ну, теперь я могу поставить ее на место. Там у меня, правда, за сеткой вот уже тоже много пылёнка. Но там я, честно говоря, лазить не хочу. Мне главное, чтобы сетка хорошо тянула. Все, чтобы здесь снаружи было чисто. А там уже ковыряться. Ну, кому нравится, ковыряйтесь. Я не хочу этого делать. Лампочку включим сейчас. Лампочки тоже я помыла. Смотрите, какая чистая у меня вытяжка. Чистые лампочки уже. В общем, все чистенько, красивенько. Все. Ну, вот и все. Вообще, на самом деле, вот у меня на эту вытяжку потратила минут 10, наверное. Не больше времени. В общем-то, это недолго. Ну, самое главное у нас обычно бывает, вот это собраться и сделать, да. Ну, вот хорошо нашла сил, вот собралась и сделала. Теперь у меня вытяжка чистая. Ну, я, честно говоря, и не замечала. Особо там я на нее и не присматривалась, и не смотрела. Что она была немножечко грязная. Вот такой лайфхак небольшой я вам показала. Ну, на этом, девочки, я хочу это видео закончить. Чтобы сейчас его сесть смонтировать. И чтобы завтра вы его уже увидели. А если у меня что-то будет еще интересное, ну, я сегодня ничего больше не планирую. Буду просто немножко, наверное, отдыхать и приходить в себя. Я вчера сильно устаю. Вот. Если будет что-то еще интересненькое снять, я, конечно, обязательно включу камеру и начну снимать уже вам следующее видео или следующий влог, что там будет. Прям не знаю даже заранее ничего. Ну, всем пока-пока. Кто не подписан на мое видео, подписывайтесь. Кстати, хочу сказать вам, девочки, посмотрела я свою аналитику. У меня 50% там даже с чем-то небольшим. Это просмотры людей, которые не подписаны. Ну, я не знаю вообще. Может быть, это просто случайные люди. Зашли там, посмотрели, вышли. Я не знаю, конечно, как судить. Ну, а если вы смотрите меня уже, допустим, не один раз, если вам хоть какие-то видео иногда интересны мои, заходите почаще, подпишитесь, мои дорогие. Мне осталось уже совсем чуть-чуть, небольшой такой хвостик до 10 тысяч. А когда будет 10 тысяч подписчиков, то тогда будет конкурс, будут разыгрываться подарки. Ну, кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь обязательно. И до новых встреч. Пока-пока. С вами была Мамачоль. С вами был Игорь Негода.